Здравствуйте! Я немного с опозданием, потому что с детьми просто не получается ровно в 13.00 прийти к вам на встречу. Но, тем не менее, я с вами, Светлана Калмыкова, снова на связи, сыроедструкторианец, 9-й год. Вот. Мама четырех замечательных детей, автор методики отравления для женщин, для детей, автор методики сыроедения и очищения во время беременности и кормления грудью. Ну что, первым делом я хочу то, что я обещала сегодня, 19-го числа, в прямом эфире, хочу рассказать, кто же от меня получит видеозапись про иммунитет ребенка. Итак, был недавно пост про то, как ходить в гости, да, пост-задачка по средам, которые у нас всегда будут проходить. Итак, ну вы, конечно, мне задачку тоже задали непростую, выбрать из всех вас кого-то одного, это было очень-очень-очень сложно, потому что все делились своим опытом, своими наработками какими-то, и я вот не могла одного человека выбрать, вот не могла я. Я выбрала 4 человека, кто получил от меня запись. Вот так вот у нас всегда на всех наших курсах, везде мы говорим вроде одного человека, а потом отдаем призы многим людям, потому что, ну правда, очень сложно выделить кого-то одного, и те, кто не попал в мой мини-список победителей, не расстраивайтесь, это не значит, что вы что-то делаете не так, все верно, все правильно, просто у других были более полные, более глубокие ответы на задачу, да, поставленную задачу. Итак, давайте, кто, 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 я тут выписала, Олеся, нет, Олечка, Олечкей, Олечкей. Я вам напишу, всем победителям напишу и вышлю самостоятельно в сообщение ссылку на видео закрытое, но вы можете мне написать, что это вы. Итак, я поздравляю Олечкей, вы писали об ответственности за родителей, это просто вообще потрясающая идея, действительно, взрослые поколения, они очень боятся ответственности, они просто вот, только не на них, да, мы будем подкармливать, но ответственность за ребенка не несем. И так вот, да, вот правильно вы сказали, что нужно переложить, дать им в руки ответственности, и, конечно, они с радостью дадут вам ответственность, и то обратно, и кормите, чем хотите. Вот замечательно, молодец. Дальше, Юлия, нижнее подчеркивание, Мигура. Про совместный отдых рассказала, про то, что как организовать отдых совместный, как научить ребенка, как, вернее, взрослых научить проводить время с ребенком. Это вообще тоже класс, такие идеи замечательные. Вот, спасибо вам большое, так что я вот тоже поздравляю. Еще, Анастасия, нижняя, вернее, свит, нижняя подчеркивание, Анастасия, я вас тоже поздравляю. Я вижу, что вы здесь в чате есть сейчас, в прямом эфире. Про, вот прям под подробный план расписали, как это все делать, как вот прожили, да, свое, свою душу блажили. Я вас поздравляю тоже. И последний, кто у нас человек, кто тоже, вот знаете, через себя все пропустил, тоже прочувствовал, все вот до тонкостей, да, вот видно, что человек это прожил, прошел и свой опыт просто описал. Это у нас Павловская, нижнее подчеркивание, Мария. Я вас поздравляю, девчонки. Я вам отправлю в директ ссылку на видео по иммунитету, по укреплению иммунитета ребенка. Буду рада, чтобы ваши, вот эти вот мои рекомендации, которые получите, они были вам во благо. Но по иммунитету вскоре, возможно, я либо проведу эфир, либо напишу большой пост еще более подробно. Ну, посмотрим, лучше, конечно, эфир. Так что не расстраивайтесь, все все узнают, просто чуть-чуть позже, возможно. Ну что, давайте сегодня ответы на вопросы ваши, где они там? А где, где, где они, вопросы? Кстати, у меня сегодня последний день на соках. Я так радуюсь, потому что я очень хочу зелени, я хочу драгонфрут. Я хочу, да, я не готова еще, не готова быть ликвидорианкой, не готова быть все время на соках. Вот 7 дней, хорошо, замечательно себя, прекрасно чувствую. Но я в предвкушении, что завтра я попью смузи из драгонфрута. Так что кто со мной продержался? 7, кто сегодня тоже 7 день, я вас тоже поздравляю, вы молодцы. Кто хоть пару дней, кто же был на соках, тоже вы большие молодцы. Вот неважно, неважно в каком темпе вы двигаетесь, вы двигаетесь, и это самое лучшее. Так, первый вопрос, здравствуйте. Здравствуйте, наша победительница, Свита Анастасия. Расскажите, пожалуйста, о различиях в чистке печени для детей и взрослых. О, в 15 минут не уложусь. Смотрите, у детей чистка печени, в принципе, детям нежелательно пить масло, если нет показаний к тому. Мы, вот если берем на сопровождение, да, мы там ведем детей, мы наблюдаем, и, возможно, там какую-то часть масла все-таки включаем, у детей нет. У детей это желчегонные травы, это масла расторопшие, аж рот расторопшие, этого, в принципе, достаточно, потому что у них печень еще в более сохраненном состоянии работает, и не нужно таких сильных жестких чисток, как для взрослых. Ну, если было большое количество антибиотиков, если печень уставшая у ребенка, да, ну, это видно, то, конечно, нужно подключать, но я не расскажу в прямом эфире, как это делать, потому что с ребенком нужно все очень аккуратно, очень дозировано, последовательно. Но желчегонные травы все те же, вы можете заваривать. По стакану в день ребенок может выпивать, там, допустим, в 5 лет меньше, там, полстакана, сколько получится. Дальше. Утром чайную ложку расторопшие размолотых семян, либо муки расторопшие, тоже прекрасно. С удовольствием в основном дети едят, очень редко кто отказывается. Если отказывается, то масло добавляйте, масло расторопшее утром натощак, чайную ложку, вечером также чайную ложку перед сном. Тоже уже хорошо, но ты понимаете, что будет длительный тогда курс. В течение 3-4 недель тогда будет хорошо. Смотрели все про вчерашний эфир с Владимиром про печень? Я его постаралась сохранить, выставлю на сайте нас в открытом доступе, чтобы вы могли, если что-то не усвоилось, что-то пропустили, чтобы вы могли возвращаться постоянно и просматривать, и делать. Делать, да, не просто так слушать, а все-таки сделать, чистку печени, получить свои потрясающие результаты. Василина, здравствуйте. При подготовке ко второй костерке обострился гастрит у подруги на среднее. Первая плохо прошла. Чистимся по вашей методике. Так, хорошо, гастрит обострился. Смотрите, если гастрит, вообще это одно из противопоказаний костерки, особенно если он в остром, находится в остром состоянии. Но, вернее, это не стоит пить, смешивать с цитрусовым соком. Но просто костерку, да, можно выпить. Можно смешать ее с яблочным соком, и тогда эффект будет очень хороший. И после чистки обязательно подруге обязательно нужно псиллиум пить и много настоя подорожника. Вот только подорожник заваривать, восстанавливающие травы, другие никакие не принимать. Работа была? Если рвота была, то это, если, вот этот смайлик, не знаю, что он значит. А если рвота была после костерки, то застой желчи очень сильный. Останавливает, пусть подруга останавливает чистки, пусть она, вот эти вот активные чистки, пусть побудет какое-то время, желчегонные травы постоянно пьет в течение двух недель. Пьет минскориандров тоже в течение двух недель, а потом возобновляет уже более активные чистки. Эффект будет совершенно другой. Я вам могу почти 100% гарантию дать. Ну там, какую-то процентную индивидуальную особенность могу оставить. Спасибо! Какая же вы прекрасная! Мне приятно. Подскажите, какие правильные пропорции для клизмы с лимонным соком для ребенка 4 года? 4 года. Вес какой? Если примерно там 18 килограмм, да, то в принципе можно 300 миллилитров, ну да, 300, 400 это все, это потолок, больше не нужно. 400 миллилитров и 2 чайные ложки лимонного сока туда добавить. Ну, вода, температура тела обязательно, чтобы не было спазма. Как справиться с простудой, кормящей маме, веган? Простуда. Заходите на соки, побудьте на соках, либо на воде. На воде может запуститься, не знаю, вашего организма, может запуститься процесс интоксикации. На соках он медленнее запускается. И на соках комфортнее быть, да, молочко есть постоянно, да, даже идеальное, конечно, состояние, это если вы насухо будете голодать. Но если у вас нет опыта, то, конечно, это делать не нужно. Поэтому можете на соках побыть, молочка будет хватать, витаминчиков тоже, и вам легче, вы восстановитесь быстрее и комфортнее. Дальше, помимо этого, растирайте до горяча стопы свои, провоцируйте, вернее, стимулируйте все активные точки на стопне, чтобы работал весь организм, вся иммунная система включилась, и тогда ваше состояние улучшится. Вот, минимум еды, больше соков, и вот такие растирания уже будут хорошо. Но чистка кишечника тоже хороша. Вот сразу, как почувствуете, легче становится, силы прибавляются, да, нет такого вот ослабленного состояния. Можете выпить кастрюку, если нет противопоказаний, тогда вот на следующий день совершенно другое состояние будет, ощущение. Ну, и баня тоже, как вариант, да, либо парная с цитрусовыми соками, прекрасно. Да, вечером вам будет плохо, вам будет, вы будете чувствовать усталость, слабость, вы просто свалитесь себе просто спать вместе с ребенком. Но на утро проснетесь совершенно в прекрасном состоянии. Так, добрый день, план рвется, онлайн-курс по... Не понимаю. А, по антиприздаркам? Когда будет, наверное, когда будет онлайн-курс по антиприздаркам. Я вам подготовила, вернее, сейчас готовлю, готовлю сайт, чтобы вы могли это наглядно все посмотреть, чтобы не было голословно, как это будет все происходить. И, да, сейчас готовлю, вот не могу сказать, чуть-чуть подождите еще. Она до этого все ела, и еще есть диагнозы аутоиммунной тиреоидиты, гипотиреозы. Это все щитовидка, нельзя чиститься, чтобы попить, чтобы рези прошли в желудке. Ну, чтобы рези прошли, подорожник пейте, пусть подруга пьет, а чиститься можно, да. Она, но все ела, надо смотреть, не могу так сказать тоже, в каком состоянии ее пищеварительная система. Возможно, ей нужно 2 недели быть на отмине с кориандром, потом делать неделю перерыв и снова войти на отмине с кориандром, чтобы подготовить пищеварительную систему, чтобы не было таких вот стрессовых ситуаций. Потому что если кишечник ослаб, да, вот он, и пищеварительная система вообще ослаблена, а если есть уже проблемы с щитовидкой, то есть и с женскими, по-женски есть какие-то особенности. И все это, понимаете, да, накладывается, накладывается. О какой иммунной системе можно говорить, то есть ослаблен организм. То есть нужно постепенно, очень мягко выводить на то, чтобы войти в более сильные чистки. Ночью очень горят и сохнут стопы. Что это? Я не сталкивалась с таким. Не знаю. Единственное, что вот сахарный диабет, знаю, что есть, горит язык, жажда мучает, стопы тоже горят, и ладошки горят вот с сахарным диабетом. Да, с этим сталкивалась, но просто так, если нет этого диагноза, то я не могу ничего сказать. Надо исследовать ваше тело, чтобы понять, почему это происходит. Потому что, ну, много разных причин может быть. Я не специалист во всем идеально. Да, ко мне приходят люди, с которыми мы начинаем работать. Вот совсем недавно со сложным диагнозом девушка пришла, поверила мне. Мы начали работать, двигаемся, получаем результаты. Но я вам не скажу, что я вот родилась и все, знаю, все, со всеми заболеваниями я работала. И у меня величайный, огромнейший опыт с работой с людьми. Нет, я не так давно, да, ну, 8 лет мы работаем и нарабатываем свой опыт. И все-все-все заболевания я, к сожалению, еще не сталкивалась. Либо к счастью. Поэтому вот говорю, как есть, правда. Что означает перхоть? То и появляется, то и пропадает. Это работа печени? Да, это работа печени. Это слабые сосуды, питание. Но есть еще демодикоз, которые тоже, как вариант, да. Есть еще грибковые проявления тоже. Но в основном, в основном проблема это в печени. Вот начинают работать с печенью, уже появляются результаты хорошие. Но опять же, демодикоз, да, он может быть. Это уже гормональные больше перестройки. Вам не помешает. Кишечник, печень почистить, вот точно не помешает. И антипредитарные программы тоже провести. А там уже тело подскажется более детально, проявится то, что скрыто в вашем теле. Последний вопрос, потому что у меня встреча дальше. Герпес на губах. Как вылечить питание веганское? Преимущественно, сыроедение 7 месяцев. Как вылечить герпес? Ну что, тело, это вот обязательно. Но на губах, смотрите, верхняя губа, либо нижняя. Тоже мне это нужно знать. Потому что верхняя губа, это в основном гормональная система и лимфатическая, в зависимости, где находится, в каком месте. И тогда будет уже подсказка, где слабое место ваше, с чем нужно работать. Напишите, пожалуйста. Ну, либо на следующий эфир продублируйте этот вопрос. Давайте, приходите завтра, продублируйте вопрос, я вам на него отвечу. Только напишите, где, в каком месте герпес. Есть ли при этом вагинальный герпес? Тоже это важно знать. Давайте следующий вопрос отвечу, потому что этот не ответила. Как относитесь к геродотерапии и со скольки лет можно давать ребенку кастерку? Ребенку мы давали кастерку с не нашим детям, детям, с которыми работали, опять же, под нашим только наблюдением, с шести месяцев, даже нет, с пяти даже месяцев давали. А геродотерапия, да, я не против ее. В некоторых случаях она действительно очень необходима и важна, особенно вот работа с геморроем, да, с варикозным расширением вен. Прекрасно вот сочетается с общим, да, комплексным оздоровлением. Но тоже не переусердствуйте. Я помню Владимиру я ставила пьявки 40 штук на спину. Это было просто каторга для меня, потому что я их жутко боюсь, этих пьявок. Я их в колбочку так и засовывала, прикладывала к спине. Она присасывалась, и я аккуратненько вытаскивала эту такую колбочку один раз. Она хотела меня укусить за палец, пьявка. Я ее... И что, и в результате она улетела куда-то. Потом через пару часов выползает такая уже смурщенная, сухая эта пьявочка. Но мне очень смешно было, как она летела по всей комнате, куда же она туда улетела. В общем, пьявки это хорошо. В некоторых случаях тоже они просто необходимы. Они действительно колоссально поднимают состояние тела, выводят его из застойных процессов. Поэтому я только за... Но не всем и не всегда. Так же, как и сода, так же, как и все остальное. Всем всегда оздоравливать кишечник, оздоравливать печень. Это всем и всегда. Все, девочки, всего вам доброго. Сегодня эфир заканчиваем. Завтра в 13.00 я снова с вами в прямом эфире. А в воскресенье у нас будет выходной, хорошо? Я буду проводить время с детьми, будем убегать. Если будет возможность, я буду выходить тоже на связь. Но завтра я с вами. Всего доброго, хорошего дня вам. Пока.